Великого Поста Великого Поста Великого Поста Здравствуйте! Рады приветствовать в дни Великого Поста наших зрителей! Мы начинаем с батюшкой наш новый цикл бесед и мы очень рады этому, потому что времени мало, но мы стараемся это сделать. Этот цикл, если, может быть, кто-то смотрел, ну, смотрят люди, мы знаем, что смотрят. Вы помните, что закончился он на смутном времени, на окончании, на взятии Москвы, нашему ополчению, Миниуменем Пожарском. И мы на этом закончили. И новый цикл мы начинаем – это династия Романовых. Это такая эпоха в истории нашей страны, до конца еще даже неосознанная, и надо отдать должное. Вот сегодня историки, освобожденные от всякого давления романовского, советского, коммунистического и так далее, они начинают копать то, что осталось среди документальных исторических источников, и даже на основе этого приходят к таким потрясающим выводам, что, ну, сознание практически… у некоторых людей можно поменять точно, а у некоторых – уточнить намного то, что происходило. И в чем смысл буквально в двух словах? Смысл в том, что именно романовская эпоха сохранила знания истории как древних времен Руси, так и последующих в своих интересах. – Не сохранила, а изобразила. – И сохранила, потому что в коммунистическое время ничто же сумнявшееся, то же Покровский, те же школы Покровского, они взяли эту версию и практически полностью перенесли… – Уже в других интересах. – В других интересах, да. Немножко там изменив, там классовые структуры какие-то вели и так далее, а сам ход истории и течения они оставили… – Зубина любили делить всяких древних писателей и поэтов на… кто из них был тайным коммунистом. – Ну да, и… – Неосознанно. – Любое восстание в коммунистические времена, там, любое восстание преподносили как восстание… – Да, чуть не спартака. – …классовую борьбу, вот. Настолько было все сложно. Вот буквально самый яркий пример – восстание Болотникова. Ну, его вообще практически из истории в коммунистическое время убрали. Ну, не интерпретили. Не то, что убрали, а его… – Пулачев затмил. – Просто сказали, что это первое там восстание классов против порабощения и так далее. – А какое там… там участвовали дворяне, командовали. – Да. – А перед этим было это самое выступление, это хлопко-косолапо. – О, да, 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 да. – А это куда отнести, к какому классу? – В общем, все, что было придворено дворцовыми интригами и разбойниками, все объявили классовой борьбой. – Классовой борьбой, да. Вот такие вот происходили вещи. А при Романовых, как начал Филарет Романов, основатель династии, к которому мы сейчас придем неоднократно, как он начал сочинять свой новый летописец и практически до самой своей смерти он его и контролировал, писал. – Да. – Он все полностью переизвратил и времена Ивана Грозного, и Федора Ивановича, и Годунова, и смутное время, он все полностью в свою пользу переделал. Там столько документов было уничтожено, переделано и так далее. И только сегодня историки, благодаря косвенным документам, находящимся за рубежом, находящимся в ближайшем по рубежу… – Даже в Китае. – Даже в Китае. – Начинают подтягивать эти источники, и вот общая картина уже становится примерно ясна. Да, вот так вот и Русская Православная Церковь играла колоссальнейшую роль… – В эти периоды. – В эти периоды. И мы сейчас медленно, но верно подходим к одному из главных исторических периодов… – Событий. – Событий нашей истории – это Великий Раскол. Это событие, которое просто потрясло… – Общество наше. – Да, да, да. Посмотрите, вот даже неуважаемый мною Александр Исаевич Солженицын… Ну, надо отдать ему должное, он был довольно неглупый человек. Он историей занимался и анализировал её. Ну, вот я приведу его фразу, которая историками нашими замечена и отмечена. Он сказал, если бы не было 17-го века, не было бы 17-го года. – Да, да, это несомненно. Революции бы не было в той форме, которой она была. Было бы что-то, конечно, но не такой формы. – И вот мы попробуем, наверное, как-то всё это выяснить и подойти к этому и объяснить некоторые вот такие вот вещи. – Да, и не только объяснить, но ещё и, может быть, задать какие-то такие темы и вопросы, которые будут интересны к раздумьям, к рассмотрению, к позволяющим проникнуть в какие-то глубины понимания, на которые мы не обращаем внимания обычно. – У нас и есть раздумья, мы ещё раз уточняем, у нас свободные беседы, у нас не исторические никакие профессиональные диспуты. Любой может оспорить любую нашу мысль, включиться в разговор. – Конечно, мы просто даём те такие сведения, которые обычно не привлекают нашего внимания, то есть утаённые, украденные, конфискованные, сожжённые, возможно, дошедшие в каких-то иностранных источниках до нас. То есть мы пытаемся взгляд принести трезвомыслие, не взгляд ангажированности или идеологические взгляды, а взгляд, научный подход, взгляд здравомыслия к любому вопросу. – А почему научный? Потому что мы всё-таки пользуемся трудами исторических, профессиональных историков. Мы не можем, как профессиональные историки, идти в архивы, но мы имеем полное право пользоваться трудами профессиональных историков, которые эти архивы раскопали, передумали, перелопатили и выдали… – Да и в архивах мы тоже сидели. – Ну, выдали, вы интересовались… – Как писали, кандидатские, всё-всё-всё, конечно. – Профессиональные интересовались историей церкви. – Некоторыми моментами, да, историей церкви очень серьёзно, глубоко. – Ну, продолжим. – Что я хотел перед началом этого цикла обратить ваше внимание. На какие наиважнейшие, я считаю, обстоятельства, происходящие и сейчас, и происходившие на протяжении всего периода правления Романовых. – И вообще, по сути дела, этими событиями проникнуто содержание всей мировой истории, но особенно последние века, особенно последние прошедшие столетия, которые получили возможности сохранения информации, то есть уже на разных компьютерных носителях, не только в книгах там и на глиняных табличках, но многочисленность источников информации увеличилась. И также появилась критическая оценка не из ангажированности чьих-то интересов, а просто критическая оценка, позволяющая определить, вот как мы можем, например, с помощью разных приборов определить физические характеристики материи, любого вещества, так мы можем стараться хотя бы приблизиться к объективности в исторических исследованиях. Почему я так говорю? Потому что есть очень много правд и очень много различных точек зрения. Каждый выдвигает какие-то свои аргументы, как вот похоже на борьбу с умом. Толкаются кто кого из круга вытолкнет. Но все-таки говорить об истине, о справедливости мы не будем, поскольку это часто выдуманные поповские понятия, которые за собой ничего хорошего не несут, а просто прикрывают чьи-то темные делишки и гадости, которые люди делают. А будем стараться подходить объективно, ну хотя бы вот с того уровня здравомыслия, на которое мы способны, к которому вообще способны сейчас люди и вообще способен человеческий мозг. Что бы я хотел? Я хотел бы вот очень интересную перед беседой о Романовых, я хотел бы сказать, что мы дали очень большую слабину в конце прошлого века. То есть вот начиная где-то с 85-го года, потом падение, развал Советского Союза, потом вот этот демарш стран НАТО, вхождение бывших советских республик, распад Варшавского блока, соединение Германии. Ну как объяснить вам? Вот представьте себе, что вы строили столетиями дом, поставили фундамент, крышу, все сделали, а потом сами добровольно там повыбивали окна, срывали двери, вообще все сожгли, разрушили все. Вот это то, что произошло с Россией в конце 20-го века. То, что мы видели с вами, ну буквально практически все видели на своих собственном жизненном опыте, видели собственными глазами. Это не просто все так. На самом деле идет постоянная игра. Постоянная игра. Мы как бы не принимаем участие в этой игре, мы в ней пешки в этой игре. Шахматная игра. Да, идет такая вот постоянная шахматная игра. И играют буржуи, и играют они на огромные свои деньги. Причем представьте там люди, сотни тысяч рабочих, рабов, месторождения, полезные ископаемые, нефть, газ, алмазы, сланцевый газ, огромные промышленности, Китай, там пусть любые страны мира, Соединенные Штаты Америки. Вот есть несколько десятков, может быть несколько сотен людей, которые играют реально каждый день. Например, от того решения, которое примет там Путин, например, или примет Синдзепин, или примет Трамп, зависят чьи-то миллиарды. Мы зависим немного, да, вот пенсии нас лишили, например, там взяли, провели чудовищную пенсионную реформу, там еще какие-то действия совершают. Мы немножко зависим. Но вы знаете, что есть люди, которые каждый день играют миллиардами. То есть ежедневно, игра ежедневная, их встречи, их мысли, их политические совещания, принятие законов, международные контакты, международные военные конфликты, где разыгрываются, как будто вот люди сидят за столом, играют в шахматы, играют в карты, и каждый день кто-то выигрывает триллионы, миллиарды и триллионы, а кто-то проигрывает их. Поэтому эти люди мыслят по-другому. Вот что я хотел вам донести. Эти люди мыслят совершенно по-другому. Почему? Потому что от нас с вами не зависит ничего. Не зависит... Нам только постоянно говорят, идите проголосуйте, там, примите решение. От нас ничего с вами не зависит. Вообще в мире очень мало людей, от решений которых что-то зависит. Реально. Таких людей очень-очень мало. Это буквально будет несколько сотен, может быть, несколько тысяч человек, от которых в действительности зависят судьбы мира. Политические, военные конфликты, денежные там и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы в этой игре ресурс. Мы, как вот мясо, например, количество мяса на местной фабрике колбасу делают, мы запас в холодильниках. Мы ресурс времени. Мы рабочая сила. И, по сути дела, хорошо то правительство, которое защищает интересы своего народа. То есть защищает ресурсы ваше время, ваше здоровье, ваше образование, вашу жизнь и так далее и тому подобное. И крайне преступно то правительство, которое жертвует в угоду чужим кошелькам здоровьем, временем, интересами собственного народа, богатствами собственного народа и собственной страны. Почему я так обращаю на это внимание? Именно вот то, что я сейчас вам все говорю, возникновение патриотических идей, возникновение самосознания национального, это вот рубеж как раз вот о том, что мы говорили. Это вот именно вот это смутное время. Обратите внимание, во время, в смутные времена Россия попробовала все. Демократический режим был? Был. Управление в государстве Семибоярщиной, согласовательный орган был? Был. Левые всякие цари, видел же Дмитрия, то есть, по сути дела, будем ботать по фене и жить по понятиям. Было? Было. Царская система управления государством, то есть, не республиканская, не демократическая. Было. И сейчас мы с вами увидим даже Земский собор. Демократия избрала монархию. Вершина, апофеоз этого всего. То есть, на протяжении вот этого периода, вот этих, начало 1600-1613 год, за вот эти 13 лет, все формы правления испытал русский народ. Мы все попробовали. Даже королевича Сигизмунда приглашали возглавить Россию. Все. Иностранная интервенция была? Была. Заховат власти представителями иностранных государств? Был. Церковные смуты и посаждение Ермогена в тюрьму. Избрание Лжедмитрия нового патриарха? Тоже было. Все. Вот за эти 13 лет Россия испробовала все формы возможного управления, какие были вообще за всю мировую историю. За всю мировую историю, все, за эти 13 лет Россия попробовала. И ничего ей не подошло. Все превращалось в еще большую смуту и больший кошмар. Более страшный кошмар. Так вот, родные мои, что я хотел сделать, какой вывод. Мы дали большую фору за вот эти вот прошедшие 20-30 лет всем мировым лжецам и негодяям, которые имеют возможность фальсифицировать историю. И они занялись ее фальсификацией. Сейчас вот те, кто обладает средствами массовой информации, а в особенности иностранные государства, которые заработали на распаде Советского Союза триллионы долларов, триллионы долларов заработали, а может и больше, я не знаю, какие будут неимоверные суммы, они почему-то пытаются всеми силами, как Романовы переписывали историю в своих интересах. Сейчас пытаются переписывать историю в своих интересах. Обратите внимание, поляки, Украина, американцы, ну практически все, вот кто обладает какими-то такими крупными финансовыми мировыми интересами, они клевещут сейчас на нас всеми возможными способами, какие только есть. Да у нас высшая школа экономики. Наши, сами, даже сами на себя. Возглавляют клеветническую историю. Абсолютно, возглавляют клеветническую историю. Но, опять же, вот к чему я призываю вас всех, к здравомыслию. Почему? У нас в противовес вот этому всему оголтелому оклеветанию, особенно советской истории, так клевещут на советскую историю, что там просто, я не знаю, ну хуже нас нет на белом свете никого. Потом очень много клеветы на какое-то там, я не знаю, такое формирование в нашем сознании образа отсталости, тупости, пьянства, там я не знаю еще чего. Ну, в общем, мы хуже всех. И это вкладывается в самосознание народа, в самосознание людей. Я хочу обратить ваше внимание, что навстречу этому стал возникать псевдопатриотизм, псевдорелигиозный, псевдорусский патриотизм, когда нам предлагают не нормальное здравомыслие ради нашего блага, ради нашего здоровья, ради нашей жизни, а нам предлагают поповские сказки, какие-то мнения сумасшедших артистов, которые там где-то сыграли какую-то роль когда-то хорошо, и теперь они... Поэтому там кто-то красную шапочку красиво сыграл, и теперь он имеет право проповедовать с телевизора свои политические взгляды. Не поддавайтесь. Но она не самая. Нет, это просто для смеха. Это я так... Буратино кто-то сыграл, там еще кто-то... Я просто в общем сказал, не будем обращать внимание на личности. Это чисто так, хоть Чиполлина, хоть что угодно, хоть Карлсона. Я имею в виду совершенно другой вопрос. Совершенно другой вопрос. Я имею в виду, что мы с вами не должны поддаваться... Вот они... Это что такое псевдопатриотизм? Это адекватная реакция на американскую и европейскую пропаганду. Они нас пытаются обвинить, что мы не так воевали в германскую войну. Что мы полякам должны денег. Что в Украине мы неправильно поступаем и не имели такого права никогда. В общем, каждый день нам предлагают хрюкнуть, что мы свинья вот такая. И мы действительно хрюкнули в 85-м, в 90-м году. Мы как бы все признали это, что у нас беззаконные режимы, там все... А они прекрасны там на Западе. Если вы будете внимательно изучать европейскую и американскую историю, вы увидите, что мы просто ангелы Божии. То, что они творили и сейчас творят, вообще никаких нравственно-моральных оправданий не может близко иметь. Следовательно, и мы, и они одинаковы. Поверьте. Вот и задумайтесь только над моими словами. И почитайте книги, поинтересуйтесь. Вот если бы мы сидели и занимали американское положение, мы также гнобили бы людей вдруг вокруг себя. Это природа человека. Это природа такая человека. Вот чем больше человек приобретает ресурсов власти и богатства, тем меньше он думает об окружающих, тем больше он начинает думать о себе, тем больше он считает, что все ему должны. Вот, например, у нас высшие чиновники у власти, они считают, что им законы не писаны. Законы писаны для рабов. А для высших там, они над ними смеются над этими законами, они их принимают для нас, а сами их презирают. Точно так же, как Романовы поступали. Это точно такая же вещь. Поэтому, вступая вот сейчас в эту эпоху Романовскую, я хотел бы еще раз, еще раз обратить ваше внимание. Все народы на земле одинаковые. Разницы нет. Не могут быть плохие русские, хорошие французские, великие американские. Это нам показал Гитлер. Гитлер нам показал пример великой арийской расы, чем это все окончается. Вот и была идея. Но сейчас они все, и Америка, и Европа, они действуют именно гитлеровскими методами, то есть фашистскими методами для оклеветания России, для оклеветания нашей с вами истории. Мы не хорошие. Не надо говорить, что вот мы святые, русские, правосвятая Русь, православные, духовные. Да мы такие же точно, как они. Никакой разницы не будет. Если мужики заходят в город после боевых действий, они обязательно будут грабить и насиловать. Не было такого народа в истории, чтобы это не делало. Чтобы такого не было. Это человеческие инстинкты. Это природные человеческие свойства. Поэтому не будем с вами хрюкать, потому что мы достойные представители мировой цивилизации. Но и не будем обольщать себя тем, что мы какие-то великие, святые. Нас там ведут ангелы, Богородица и Иисус Христос за ручку. А они все остальные там плохие и нехорошие. И во всех смыслах Бог их не любит. И вообще они свинкой в детстве болели. И там неизвестно еще какие они негодяи. Это тоже неправда. Поэтому не надо выдумывать псевдопатриотизма. Все люди одинаковые. Любых видов, цветов кожи и чего. Мы всегда поступаем одинаково. Поэтому пример мы сейчас с вами будем рассматривать на фоне Романовых. Ну и кроме того, умные люди, например, вот как Филарет Романов, мы сейчас будем с вами рассматривать, прекрасно понимают, что власть удержать деньгами и очень сложно силой. Лучше всего власть всегда любила вранье. Удержать вранье власть самый эффективный метод. Мы видели это с вами вот пенсионные реформы там и прочее все остальное. Мы видим это. Вранье это самый близкий друг власти. Это его любовница. Это его мать. Это его сестра. Это его отец. Это его кровь вранье. Потому что они так врут, что сами себе верят. Любые политики врут так, что начинают верить сами себе. И если вы будете с ними спорить, они вас даже в тюрьму посадят. Они примут законы, которые посадят вас в тюрьму и будут клеветать на вас, лишь бы только сберечь свою собственную власть. Наполеон, когда понял, что он проиграл все свои наполеоновские войны, он понял, что теперь у него осталось одно. Ему нужно войти в историю. Как вы думаете, что он сделал? Он сдался в плен Англии и стал мучеником. Он стал страдальцем в мгновение ока. Он стал ссыльным. Он стал на острове Святой Елены. И до самого своей смерти он писал и сумел сформировать образ мученика-гения. И вот династия Романовых, и особенно почитание Николая II, и даже возникновение секты царебожничества, когда Николая II называют спасителем России, как Иисуса Христа. То есть такое желание какого-то нового спасения, нового Евангелия, оно присутствовало как у Наполеона, как у Романовых, оно присутствовало в этих исторических событиях. Поэтому то, что я хотел обратить ваше внимание, ко всему этому надо относиться здравомыслящим, взвешивать все эти вещи, смотреть кому это выгодно. Не слушайте никогда красивые какие-то там пустые слова. Старайтесь ко всему подходить обдуманно. Никогда нет правды, когда говорят, что слишком черная или слишком белая. Никогда нет правды. Правда будет всегда где-то посерединке. Где-то что-то там будет и то, если еще заметить. А то можно ее и не увидеть, копая все в архивах, и можно это не обратить внимание и не найти. Вот такое вот мое кратенькое, такое длинненькое предисловие перед историей Романовых. Вот в чем сила животворящей проповеди на Великий пост. Великий пост. Кстати, знаете, вот смешно не смешно, а ведь Романову выбрали, собор-то состоялся в неделю торжества православия, вот воскресенье прошедшее, и мы добрались к Земскому собору прямо на этих днях. Вот сейчас именно это идет исторически. Итак, можно маленький такой, чуть-чуть. Все читающие люди это знают, но все равно обозначу. Перед тем, как ополчение Дмитрия Пожарского с помощью там, помощи там казаков под командованием Голицына там, от Рубицкого, извиняюсь. Это все претенденты, будущие на царское место. Значит, как они взяли Кремль, точнее не взяли, а поляки сдались и вышли из Кремля, то есть они приняли условия сдачи и вышли. Значит, помните это, конечно, все. Значит, это у нас празднуется в виде сегодня там дня непонятно какого солидарности. Народного единства. Солидарности трудящихся. Ну, совершенно смешно, да. Ну, неважно. Тогда было никому не смешно. Но тогда, обращая внимание... Я недавно с удивлением узнал, что в Австрии 1 мая сударственный праздник. Красный. Вот так. День труда. Ну, почему бы и нет. В Австрии. Ну, а потому что трудящие на Западе тоже к этому... Работали. ...относились к этому серьезно. Конечно. Значит, когда войска польские выходили из Кремля, оттуда вышли также, между прочим, сын Филарета Михаил с его супругой. То есть они тоже там находились. Марфой. Постригли ее Марфой. Пострили монашество. Марфой. Ну, Ксения Шестого я ее помню. Да, Ксения. А постригли монашество ее Марфой. Этого постригли Филаретом Папаню. По-моему, не Марфа. По-моему, не Марфа. Прошу прощения. Забыл немножко. Ну, ладно. Не важно. Будем ее называть Ксения Шестого. Но она была монахиня. Да. И вот она вышла вместе с всеми боярщиной, со всеми этими делами. Они... Романовы потом это в новом летописстве представили это, как будто они там были в жестоком плену. Да. Они в Пскове они были или куда-нибудь? Нет. Они прямым ходом двинули под Кострому в Ипатьевский монастырь. В Ипатьевский монастырь. Почему в Ипатьевский монастырь? Вот это как раз те косвенные факты, которые позволяют сегодня немножко восстановиться. Вот мистика. Вот мистика. Мистика, Жень. А ведь, смотрите. Николай II отрекся в честь брата Михаила своего. И эту всю их компанию расстреляли в доме Ипатьевского доме. Насколько вот вам Ипатьевский монастырь? Да. И причем там что-то с названием этого дома. Чуть ли не подогнали это название специально, чтобы сделать вот этот мистический шаг. Ну это ладно. Да. Ну это все знают, конечно, что как начали в Ипатьевском доме, там и закончили. Значит, и они двинулись туда, в Ипатьевский монастырь. Почему именно туда и почему их там приняли? Вот. Этот вопрос мы затрагивали немного в прошлой беседе. Но напомню еще раз. Ваш тезка Игумен Ипатьевского монастыря Феодосий был лучшим другом Филарета. Который в это время находился в плену в Польше. Уже находился. А перед этим он был патриархом, якобы назначенным. Дмитрием. Притушинский вор. Да. И при нем же там находился этот на побегушках этот Феодосий. Он был его лучшим другом. Вот прямо его доверенное лицо. Понимаете? Вот. И поэтому, конечно же, он свою семью сразу же сказал, идите туда, вам там покровительство. Какими-то образом они отправились. Да. Ну еще немножко развенчав миф о всяких народных героях, которые создали себе Романовы. Ну, пару слов об Иване Сусанине. Да, да, да. Который, якобы, отправил в сторону. Значит, смотрите, это мы тоже немножечко чуть вперед забежали. Что об Иване Сусанине можно сказать? Идея такова, Романовская. Что значит, когда поляки узнали о том, что Михаил Федорович Романов избран земским собором на царский престол, они решили его убить. И пошли вот они никуда, а вот туда вот в Кострому и в Патерский монастырь. Почему я забежал вперед, что связано именно с Феодосием и Сапатевским монастырем? Да. Немножко забежал, но ничего, не важно. Это уже событие прям вот… Да, одного периода. Буквально. Народ грамотный знает о чем… Месяц. Буквально месяц разница. Я просто обращаю внимание. Вот он якобы направил этот Иван Сусанин в сторону отряд Лисовского, обращаю внимание. Лисовского. Так звучит в новом летописце, написанном оврагами Палицыным и Фиолетом. Значит… Но за несколько лет перед этим отряды Литовского шли на выручку Ипатевского монастыря. Ну как они могли не знать, где он расположен? Ну что за глупость? Да. А в то время, когда Михаил Скопин Шуйский освобождал от Тушинского вора Москву, в 1610 году, именно он отправил… Как раз когда Шуйского потом… Да, и он отправил на штурм этого Ипатевского монастыря, потому что там засели именно Тушинские прихлебатели. Это мы обсуждали, помните с вами? Обсуждали. Это самая трофь Сергия Лавра и потом вот Ипатия… Я просто пристегиваю сюда товарища Сусанина, которого придумали потом уже во времена Александра Первого… Жизнь за царя, да. Жизнь за царя, ага. Чтобы немного сгладить и поставить… Чтобы привлечь к себе какую-то народную любовь. Хотя бы она её не была, но хотя бы искусственно её создать. Вот для чего был создан этот миф о Иване Сусанине. Карамзиным там и всеми последующими историками поддержано. Вот. Ну как могли лесовцы искать себе проводника, если они прекрасно знали этот монастырь… Да, и там была дорога к нему. Если игумен Феодосий пользовался у них большим уважением авторитета… И монастырь был богатейший. Да, богатейший монастырь, да. То есть здесь явно что-то попутано. Не будем говорить… Оттуда, кстати, Фёдоровская икона Божией Матери, благословление Романа. Это Марфа потом благословила Михаила на царствование, вот это Фёдор, покровительство. Ну так вот, войска Шкопина-Шуйского брали ипатейский монастырь. Туда был послан воевода Жеребцов, знаменитый Давыд Жеребцов. Бывший, я вам говорю, помните, воевода Мангазеи знаменитый. Помню, помню, из северных районов, да. Тогда ещё от времён Далагарди и прочие… Это вообще вот такие времена. То есть здесь что-то явно напутанного. Напутано всё очень просто, Женя. И буду отрицать даже, что был какой-то герой. Женя, мы только что с вами говорили. Вернёмся, секунду. Филарет понял. Был перед ним только что, улетел в никуда Борис Годунов. Ну да. Шуйский, вторая династия, улетела в никуда. На цепи притащили. Да, притащили, да. Потребили насильно в монахи, там всё. И он прекрасно понимал, Филарет, что нужно сформировать жития святых. Нужно написать евангелие романовское. Нужно написать русскую историю. Чтобы Михаил Фёдорович стал действительно народом. Помните слово прекрасное? Казаки, как сказали, природный царь. Естественный. То есть естественный отбор, естественный царь. На Земском соборе. И он писал эти сказки, Филарет, чтобы создать… Михаилу Фёдоровичу и потом всей династии создать имидж. Исторический. И мы с вами увидим, как Романовы украли всё. У Годунова, у Ивана Грозного. Всё сделали только Романовы. Никто больше там до них 600 лет ничего не делал. Только вот они всё спасители России. Хотя они умудрились… Например, Александр Первый потом вообще писал, что он царь холопов и рабов. Он презирал собственный народ. Но чувствовал себя Бога избранным, Бога назначенным. И т.д. и т.п. То есть вот это мы увидим с вами, как они будут потихонечку всё полезное и интересное красть. А всё чужие… А грехи свои сбрасывать на мимо проходящих царей. Мы сейчас займёмся характеристикой Романовых так не остановимся. Это действительно так и есть. Но, кстати, опять же, родные мои, не думайте, что династия Тюдоров поступала по-другому. Со своими шестью любовницами и восьмию жёнами, которым отрубались головы. И для этого придумалась англиканская церковь вообще. Устроен был такой раскол, что не меньше, чем наш старообрядческий. Не думайте, что династия Бурбонов там лучше была в Европе. Всё это было точно так же. Если мы начнём сравнивать, мы ни в коей мере не хотим опорочить российскую историю или ещё чем-то. Мы просто говорим о реалиях, о нормальных исторических реалиях. Так же, как королева Елизавета кушала, какала и ходила писать в туалет, точно так же и патриарх Филарет, и Михаил Фёдорович Романов тоже кушали, какали и ходили писать в туалет. Ни у тех, ни у других не было крыльев. И они не летали на совещание в небесный исполком. Они всё решали своими земными человеческими грехами. Вот что мы хотели. Божественным эфиром они не исполнялись. Нет, да, они не какались божественными зефирками, никто. Ну хорошо, никто. Даже Папа Римский и то в обычный нужник ходил. И перед тем, как мы подходим к земскому собору, мы его, конечно, коснёмся немножко, вы расскажите. Я ещё обращаю внимание, вот прям хочется раздирает. Я просто обращаюсь, сколько в то время Россия, вот она уже называлась Россией. Да, вот это вот, когда стало называться Россией, это и появился момент национального самосознания. Да, да. Сколько в то время Россия потеряла возможностей получить себе нормального правителя. Давайте вспомним ещё раз. Море. Море, ага. Я, во-первых, очень скорблю о Годунове. Мне настолько понравилась эта историческая личность. Да, и мне тоже. Мы вот с вами коснулись. Параллельно шли и параллельно вот прямо в него. Так, это Богодунов номер один. А его сын. А его сын. Я про него говорю. Это ещё один не реализованный в зверске убитый боярами. Прекрасный, тоже правитель государства. Великолепный мальчик. Умница. Первый нарисовал на Руси карту государства. Да, представляете. Образованнейший. Был специально воспитываем, чтобы управлять. Чтобы управлять. Да. Потому что Годунов, как мудрый правитель, понимал, что ему нужно замену Годунову. Ну, немного не успел Фёдора подтянуть. Не успел, да. Ему бы ещё пару лет... Ну, скорее всего, отравление. Отравили, скорее всего. Парню бы ещё пару лет железную какую-то волю получить, как Иван Грозный. А вот Годунову как раз у Годунова ума-то не хватило. Если бы Годунов начал делать то, что делал патриарх Филарет, сразу писать вот эту сказку о божественности своего сына, и создавать атмосферу своей династии, не было бы никакого казаки в любви. Никто бы не убили его с матерью вместе. Никогда бы не убили. Да. Дальше... Какие казаки? Там предал... Ну, их использовали, будем говорить. Мусин Пушкин, кстати, предок Пушкина был. Не Мусин, но Пушкин точно. Ещё кто-то там. Ну, не казаки там ещё были. Казаки-то потом вмешались... Ну, стрельцы и стрелецкое ополчение. Дворяне. 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 Ближайшее окружение. Там очень сложно разобраться. Настолько сложно разобраться. Ну, они были. Имена известные. Да, я уже просто не помню. Ладно. Второе. Посмотрите даже. А... Фамилия Шуйских. Ой, это вообще отдельная тема. А Скопин Шуйский. Вообще вот из всех, кого мы с вами перечислили, я вот... Скопин Шуйский, наверное, был бы вообще идеальным. Вы посмотрите, какие личности прошли, да. Один за другим. А Скопин Шуйский. А зависть Василия Шуйского получила. И свои же родственнички, свои же дядьки его и отравили. Это что такое? Это вот что такое происходило в России? А вот такое и есть. Мы с вами помните... Парень красавец, патриот, умница, государственник. Честный. Помните, как Софья Саверонов умудрилась первого коронованного Иоанна Иоанновича, умудрилась оклеветать перед Иваном Третьим так, что он лишил его наследства. И всего. Отвернул ссылку, и все. Это для того, чтобы Василий потом зашел на престол. Дмитрий Иоаннович. А, да-да. Иоанн молодой сын, а это внук его. Внук Дмитрия Иоанновича оклеветали, а потом еще и убили. Да, еще и потом убили все. Вот это примеры. Так же и здесь точно. Но Скопеншуйский это вообще удивительный человек. Удивительный человек, да. Это апофеоз государственного. И все вот эти прекрасные личности отравлены. И еще раз. И третье приходит с освобождением. Ведь второе ополчение шло под флагом князя Пожарского. А, ну да, и сам Пожарский, конечно. И сам Пожарский. Вы понимаете? Шли освобождать Москву под флагом князя из рода Рюриковичей Пожарского. И в третий раз такое произошло, что вот эти вот интриги... Здесь уже вот мы начнем о Земском соборе, давайте. И его отсекли. Давайте начнем о Земском соборе. Вот я обращаю на это внимание. Наступил 1613 год. Пожарский с Мининым объявили о Земском соборе. И везде были разосланы грамоты. И со всех краев собирались все сословия. Духовенство, боярство, военное сословие, крестьяне. Все. От всех были представительства. Причем даже из самых-самых дальних уголочков. Что произошло? По сути дела Пожарский был, как сейчас бы назвать, председателем Центральной избирательной комиссии. То есть правителя не было. Перепробовали все формы. Демократию, либеральное правление, бандитские понятия, царскую форму правления. Перепробовали. Решили остановиться на том, чтобы избрать царя. Для этого собирается земский самор. Со всех сторон собирается к великому посту. Собираются люди. Ну, как вы думаете, зала, конечно, никакого не было. Никто не сидел в портере, на балконе там и прочее все остальное. Но было несколько самых главных претендентов. Это вот которых мы перечисляли, перечисляли князья все. Голицыны, Трубецкие. Выдвинули казаки. Такой пошел слух. Там вот Михаил Федорович. Также сам Пожарский. И еще кто-то. Зарубежные королевы. Владислав. Это сразу. Это сразу. Прямо в самом начальном. Началом собора было проголосовано исключить. Я еще раз напоминаю, возникло национальное самосознание. Во время феодализма нет национальностей. Во время феодализма есть феодал и его холоп. Его собственность. И когда начинают говорить, что там Александр Невский воевал за Великую Русь, это неправда. Потому что тогда не было понятия такого. Никто не мог. Это было совершенно другое отношение к этому. Мы помним, когда мы говорили про Куликовскую битву. Когда пришел Мамай, он захватчик. Его разбили и убили. Через год пришел Тахтамыш. И он чингизит. И все князья отказались воевать. Никуда делось русское самосознание, великая русская идея. Не было еще тогда этого. Это уже формируется сейчас. Действительно национальное самосознание. А тогда было просто. Царь законный. Наследник. Чингизит. Никаких вопросов нет. Ваше право. Это было божественное право феодала. Убить его личное имущество было. И теперь мы видим другую совершенно ситуацию. Возникает национальное самосознание. И уже действительно понимают, что русские интересы России и все. И что они сделали? Первым отвергли всех иностранных претендентов. Это было принято прямо соборно решение исключить из голосования неправославных. Это потом, кстати, уложение вошло. Помните, какой может быть царь? Он должен быть обязательно православный. Жена его должна быть православная. Там и т.д. и т.п. Это все вошло в соборное уложение. Поэтому всякие сихизмунды, королевичи и Владиславы все из этого выпали. Владислав и еще шведский королевич. Да, и шведские тоже были претенденты. Они выпали все из этого бережня. Остались наши князья и сам Пожарский, который, как по сути дела, был председателем центральной избирательной комиссии. И тихо Михаил Федорович Романов. Но что произошло? Голицын находился в плену в Польше. Да, Голицын находился вместе с Филаретом. Вместе с Филаретом в Польше сидел. А Трубецкой был еще? Да, Трубецкой сам отказался. Дал самоотвод. Не знаю почему. Я искал сейчас, не нашел причину, почему. То ли денег дали Романовы, то ли еще что-то. Вариантов есть множество. Не знаю почему Трубецкой взял самоотвод. Вот я бы еще поищу. Но я вот искал, искал и не нашел причину, почему он взял самоотвод. Но самое интересное. Михаил Федорович вместе с маманей находились в Ипатьевском монастыре. Никто не был в Москве. Они не находились на площади, как кандидатуры избираемые на царство. Они находились в Ипатьевском монастыре. Но! Обращу ваше внимание. Дорогие братья, сестры, верующие, неверующие, слушающие, смотрящие, все присутствующие. Романовы первый раз сформировали предвыборный штаб, который находился у них в имении Московском. Это были подстрекатели разных родов, которые говорили, Михаил Федорович, законный царь, тебе 50 копеек. Или там на водку выпьешь за здоровье царя Михаила. Они собирали, был специальный коллектив, который собирал общественное мнение. Сидели в кабаках, поили мужиков и слушали. За кого? И что говорят? Ну, не было тогда никаких вциомов, ничего не было, как сейчас есть. Интернетом это была единственная доступная форма. Романовы, то есть, смотрите, умудрились родить соратников, ну, может, самого Отрепьева, может быть, соратника его, переводчиков, еще будучи у Гермогена переводчиком на дворе, из холопов романовских. Романовы умудрились... Послужить в Тушино. И Филарета назначил патриархом Тушинский вор. Умудрились на Земском соборе... Умудрились Владислава подтащить. Владислава подтащить сюда. И на Земском соборе умудрились создать предвыборный штаб, как вот сейчас у Единой России, там ЛДПР еще. Это в России было незнамо такое. И не будучи в Москве, в тюрьме в Польше у Сигизмунда, мать с сыном в Ипатевском монастыре, но группа товарищей занималась предвыборной кампанией на 100%. И знаете, как получилось интересно? Когда только Трубецкой отказался от претендентства на выбор, мгновенно со всех сторон, прямо по сигналу, только Трубецкой отказался от своего претендентства, как Ксюша Собчак или кто там на выборах, тут же сразу со всех сторон посыпались челобитные. Челобитные от группы купцов. Там Купец Федор, Купец Семен, Купец Михайло и далее 100 холопов. За природного царя выдумали слово. Помните, как было «голосуй, иначе проиграешь за Ельцина». А здесь был выдуман первый слоган на президентских выборах царских. «Природный царь». То есть, то были какие-то князья пожарские, а здесь появилась мысль, что это естественный природный царь, то есть как бы Богом данный. И потом раз пришла челобитная откуда-то из Астрахани, из этих самых военных всяких там столицов, которые обороняли южные пределы нашего государства, приходит челобитная на собор, что мы ходатайствуем, ну это же избирали же, все вполне возможно. Приходит бумага, вот мы считаем такого-то нашим природным царем. И начали опрашивать народ, людей спрашивать, причем в разных, так говорится, городах, и все, вдруг неожиданно общественное мнение стало склоняться к царю, к будущему избрать царем Михаила Федоровича Романова. И самое интересное, Женя, последний буквально день, неделю торжества православия, после богослужения в Успенском, в Кремле, в соборах, а неделя торжества православия, это вот восклавление семи вселенских соборов, эпохи, после богослужения собрался народ на Красной площади. Пожарского устранили хитрым образом, просто не допустили его, потому что понимали, что он может своим геройством, как победитель, может перетянуть на себя голоса избирателей. Его просто не допустили. На трибуне стояло отрекшийся на этом лобном месте Трубецкой, отказавшийся от этого самого, еще кто-то Минин был, и еще кто-то там из Бояр, и вдруг, когда Трубецкой повернулся, только вот так вот прямо буквально там описывается все, приехала делегация на конях таких, все делегация от казачества. И такую петицию, ну явно она была написана Романовыми, вот в этом предвыборном штабе ночью, потому что была грамотная, она где-то сохранилась, и у музея есть. И там было челобитное о том, что они считают своим природным государем и царем всей Руси Михаила Федоровича Романова. И им начали кричать, начали толпа казаки, начала вот эта толпа казаков, тоже явно видно, как сейчас говорят, подкуп избирателей, тогда это вообще можно было легко подкупить лошади, оружие, деньги там, ну что-то можно было найти, что людям нужно. И казаки начали в толпе кричать. И когда казаки начали кричать, что Романовых Михаилов на царство, начали поддерживать сначала крестьяне, а потом, когда уже увидели, попы вообще промолчали, поповство промолчало, потому что, ну, видно опыт битости и сидения в подвалах кремлевских, никто не хотел повторять, путь Ермогена, а и дворянское все, боярское сословие все, когда увидела, что основная масса за Михаила Федоровича, тоже все начали кричать, и он был избран. Вот таким образом был избран государем всей Руси. Так, ну, я маленько так наметал на уши. Конечно. Попытаюсь предположить, почему Трубецкой отказался. Да, почему, вот интересно, Трубецкой отказался. Думаю, будут процентов на 95. Если будет у кого-то из вас, кто-то знаете, пишите в комментариях, очень интересно будет, почему именно Трубецкой отказался. Смотрите, какая сложилась ситуация. Ведь вот туда на выборы пришли в основном не те, кто пришел с Пожарским в ополчение. Нет, конечно. Они разошлись по России, все. Абсолютно верно. Закончились деньги, закончилась боевая задача, и все, и ополчение Пожарского практически растаяло. Они разошлись. Понимаете? Пришли на выборы кто? Пришли на выборы те, кто пришел из Тушинского лагеря. Понимаете? Вот эта вот вся сила дворянская, которая сконцентрировалась в Москве, она прекрасно понимала, что она предательская. Она не воевала со Скопиным-Шуйским вместе за освобождение москвенных поляков. Тушинский вором она сидела. Да. Они наоборот противостояли Скопину-Шуйскому и освобождению в Москве в свое время. То есть они были тушинцами, они были предателями. А теперь они вдруг оказались в Москве и вдруг оказались при власти. Кого им надо? Ребята, давайте, если мы вдруг кого-то связанного с польской кровью будем это самое, нас народ вообще не поймет и затопчет. Трубецкой, давайте убедим, он все-таки из Гедеминовичей. Ребята, давайте это самое. Трубецкой был Гедеминович. Буквально секундочку. Единственное, еще был самый главный аргумент, почему Михаил Федорович, что он был в самом близком расцвете с Иваном Грозным. Конечно. По первой Романову, первая жена, первая жена Ивана Грозного. У Романовых никаких литовских корней не было. А у Трубецкого были. И, видимо, его убедили в том, что, товарищ, ты отойди в сторонку. Тебе будут все твои привилегии, тебе будет все, что ты захочешь, мы тебе дадим. За то, что ты нас сохранил, не обидел, за то, что ты со своими казаками нас сегодня обороняешь. А казаки это те, которые тоже воевали за Тушинского вора, которые грабили Россию, которые, понимаете, которые кровью заливали. И тут вдруг они получились. Они в Москве основная военная сила. Они думали, что хотели, да. Основная военная сила. Любой власть себе избирали сами, что хотели. И в то время даже сохранились воспоминания, они ходили в атаками своими, до того задолбали, они хуже поляков. Грабежами. Грабежами. И получилось так, что Пожарского не просто его блокировали. Его блокировали. Его не допустили. Его не допустили на площадь. Именно казаки, казачки, почему приказали? Ну, естественно, Трубецкого. А у него уже не было армии. У Пожарского. И он не мог им сопротивляться. Убить бы они его не решились, потому что, наверное, народ растерзал бы их. Авторитет, конечно, был. А они его просто закрыли где-то там, какие-то ворота, калитку какую-то. И он не мог его уйти. Да, и он не мог уйти. Посмотрите, какая вот упущенная возможность. И вот эти вот казаки, разбойники, воры. Вот у меня опять же вопрос. Неужели вот можно поверить в то, что случайно вот заблокировали Пожарского? Вот совершенно вот собралась сотня мужиков и случайно зажало где-то его в каком-то подвале. Казаки и бывшее дворянское тушинское ополчение и стали основной движущей силой при выборах царя. То есть предатели. Предвыборный штаб. Предатели создали предвыборный штаб и сказали, товарищи, у нас есть свой человек, начальник Филарет, пусть он сейчас поарестован поляками и находится в Польше, но есть его Миша. Да. И это все прекрасно знали. Вот эта вот компания тушинская, она всех прекрасно знала и про этого Мишу, и про то, что он сидит в Ипатевском монастыре и ждет не дождется. А потом все эти сказки, как к нему посылали там выборную, какие они там плакали и что-то не хотим, это уже все романовские сказки. Это все было подстроено. Это все видно. Это било минифами. Вантагой бывших предателей, губителей России. В общем, вовремя главное крикнуть было. Действовало все по принципу Новгородского Вечья, чья партия громче кричала, то есть билеты не собирались там, как вдруг под них тоже. Понимаете, какая состройность катастрофа? Только что народное ополчение собралось на патриотической основе, выкинуло интервентов, выкинуло на таком высоком подъеме. Избавилось от бандитов и все от этого. Не избавилось. Я имею ввиду от гражданской войны. Казалось бы, избавилось. Разошлись люди по домам и желали хорошей жизни. И вдруг. И вдруг вот та ватага, которая душила и грабила, взяла верх. Понимаете? И поставила своего. Предвыборный штаб, как мы говорили, главное не тот, кто голосует, а главное, кто подсчитывает. Вот в чем основа трагедии вот этой романовской династии. Как она пришла к власти. Так и ушла. На каких она пришла принципах, на какой она пришла основе, с какой она пришла поддержкой, на каких людях, которые торговали Русью направо и налево, и кому только ее не пытались сдать, лишь бы свои, вот свои только интересы выгадали. Пожарский, который вылез после выборов, уже узнал о выборах, уже ничего сделать не мог, но он предпринял интересный шаг. Он заявил, прямо на лобном месте, что выборы предварительные, и теперь необходимо узнать волю русского народа. И по всем крупным городам и властям были разосланы специальные комиссии, которые слушали людей на площадях, в кабаках и все. И как удивительно сыграли Романовы и царское родство. Везде, куда Пожарский не посылал от этих комиссий людей, большинство склонялось. Везде сыграли. Да, к Михаилу Федоровичу Романову. И получилось, что он получил, пусть предательством казаков, пусть там не еще и все, но всенародную поддержку получил. Потому что народ рассуждал так. Вот Ельцин предатель предателем, а на первых выборах получил полную поддержку. Ну народ как рассуждал, вот эти бояры все проданные, все лгут, все лжецы, все воры, все изменники. А тут вроде мальчик, который еще... Да, 16 лет. А кстати, казаки тоже, они всегда, вот дальше мы будем с вами смотреть, они потом участвовали во многих дворцовых переворотах. Всегда старались сунуть какого-то несовершеннолетнего, чтобы можно было при нем регенствовать. Ну да, да, чтобы все так думали. Хотя никто при этом, конечно же, не помнил, ведь газет тогда не было, телевидения не было, что этот мальчик восьмилетним получил уже Димитрия Первого сразу же боярский чин. Да, абсолютно, без проблем. Представляете, стольника. И от всех опал Годуновских освободили их. То есть он... То есть они как сыры в масле катались, этой Романовой, с приходом с же Димитрия Первого. То есть их, те, кого они выписали... Переводчик, чё ж, Халоп Романовский. Да, да. Халоп Романовский. И вот, значит, 11 июля 1613 года состоялось венчание на царство, уже полным, с помазанием, полным чином, в Успенском соборе Московского Кремля. Там так интересно, тоже на царском вот этом месте еще не было вот этого возглавия, если кто знает в Успенском соборе, была только такая подставочка. И вот там благословляет Марфа это на царство своего сына, венчание на царство. Все это произошло 11 июля 1613 года. Это стало и полным. И практически вот этот Марфа, может быть Марфа, да. Да, ну в монашестве. Вы еще знаете, Женя, еще может как быть... Монахи постригали два раза. Могли постригать сначала с одним именем в малую схему, а потом еще другое имя. Я прошу прощения, я забыл, бывшая эта Ксения Шестовая. Вот она стала при царе правительницей. Да, да, регеншей. Регеншей. Она практически стала... Пока не вернулся папанец. И вот это время, вот это регенство этой мамаши, оно было очень такое, как бы сказать, мерзкое по поводу вот национального как раз самосознания. Потому что Пожарского загнобила она только как могла. Как могла. Она выперла его подальше, все, и там, вплоть до оскорблений и так далее, то есть его практически сослали. Как Жуков после войны. Жуков. Сталин потихонечку... А потом раз в Одесский военный... Жуков был за что? Да, да, да. С барахлом. Верните товарища, полковник у него барахлом. Ну ладно, там было, да, и там было, и там было. Но Пожарского загнобила именно вот эта вот Марфа. Там интересно, я тоже у Жукова читал, там как зашли в этот сарай, там тканей только лежало разных, которые из Германии выперли. Там, ну ладно, не помещение. Жуков тут ни при чем. Все крали, все везли, и все это из Германии. В общем, они везли от нас все, а мы туда потом назад везли. Все люди одинаковые. И пришла к власти вот эта когорта дворян, когорта бояр, которые были, во-первых, изменниками, участвовали во всей этой семи боярщине с дачей Кремля вот этим вот гарнизону Жалкевского и Гансевского. Значит, они все вот это вот свора, практически многие из них были такие пропольско-литовские, своими родами повязанные. То есть пришла к власти польско-литовская знать только на правах русской знать. То есть они уже обрусели, как бы считалось. Но они были все вот в той масти. Все в той масти. Они все были рады бы в свое время поклониться и Владиславу и Сигизмунду, но все обломало вот это ополчение Пожарского. Их планы сдать под Польшу, под польского царя, просто сломало вот это вот неожиданное устояние русского ополчения. Идею отказать всем иностранцам в выборах на русское царство Пожарский выдвинул. Мысль, что отказать всяким Сигизмундам, Королевичам, Саревичам. Посмотрите, страна пережила вот эту польскую интервенцию. И в результате вот этих интриг, в результате отодвигания на самых настоящих героев и национальных патриотов, пришел совершенно левым боком какой-то... Тушинский контингент. Тушинский контингент власти. Вот в чем вся загвоздка прихода вот этой романовской структуры. Кстати, между прочим... И так потом и поехало. Кстати, вы знаете, еще самое смешное, ведь еще был один претендент, сын Марии Мнишек. О, да. Вот у этих самых казаков. У этих самых казаков был свой. И когда они поняли, что им не пропихнуть его, они пересключились на Романова. Да, был еще трехлетний сын Марии Мнишек и, как считалось, вот этого Тушинского вора Лжедимитрия II, ну, на самом деле, там, вроде бы, сын Ивана Заруцкого. Да, Заруцкого, скорее всего. И вот они носились с этим варенком Иваненком, значит... Да, да, да. Ну, и в Астрахани их арестовали, и Заруцкого, и Мнишек, и Мнишек посадили на кол. Даже ребенка бедного казнили. Мнишек, эту Марина, непонятно, где она сгинула, где-то при перевозке, тоже... Отравили. Возможно, да, тоже где-то сгинула. Она же была... И с ней тоже не знали, что делать, она же была коронованная царица. А мальчика трехлетнего привезли в Москву, повесили прилюдно, и вот эти все бояры тушинские стояли и хохотали над ним, как ребенок мучается в петле. Вот, началась династия Романова с убийства ребенка. Да, да, и пять дней. Причем это какой ребенок-то чувиноват? Трехлетний ребенок. Ну, это были боярские страхи. Боярские страхи. Страхи, да. Что еще хотел, я буквально закончил, наверное, уже на сегодня. Что я хотел еще пару слов сказать. Возвращается через два года, в четырнадцатом, пятнадцатом году, возвращается из плена... Не-не-не, в восемнадцатом. Я маленько... Подожди, пять лет, да? А, да, пять лет. Тринадцатый, восемнадцатый, пять лет. Возвращается... Вот эта темная эпоха правления подрегенством матери завершается возвращением... И на кинемарфу, вы правы. И на кинемарфу, да. Я не знаю, я вспомнил. Возвращается папаня из польского плена. Уже избранный патриарх Филаревичем Прибетом при Тушинском воре, и сейчас, естественно, наступает полная симфония. Обратите внимание, никаких патриархов не избирают. Все прекрасно знают, что мы ждем вот того патриарха, который при Тушинском воре избирает. Я только хотел сказать, почему же вопрос о избрании патриарха могли бы раз за один земский собор избирать. Почему же не стали этого делать? Нет. А потому что уже было понятно, что патриарх есть. Посмотрите, да, командование там находится. И не важно, что Тушинский вор. Вы знаете, батюшка, я когда все это читал, переваривал, это много лет происходило, я вот, честно говоря, звание Тушинского вора принадлежит не тому. Да, это надо было как раз другого названия. Это надо было, этим названием надо было Филаретом проводить. Да, Филаретом проводить. Потому что я считаю, тот, тот же Димитрий Второй, ну, полностью, как вы говорите, историческое чмо может быть, даже так. Ну, никто его не серьез не ставил. Если первый-то был серьезный товарищ, ну, да, и добился все-таки коронации. Вполне, да, вполне еще какой-то. А второго вообще никто ни за что не считал. Только он как флаг у них был, и все. А командовался ей Тушинской братьей, вот этот вот как раз вот этот патриарх Филарет. В 18-м году, через 6 лет, получается. И началась война с поляками. И Владислав пошел отвоевывать свою корону. Была война. И потом, во время Диулинский или Столловойский, Диулинский был мир. В 18-м году заключили, и по согласованию с этим миром уже вернули Филарет. Значит, и что же происходит? Его встречают с величайшими почестями. Как вы думаете, сын дает отцу титул великого государя? То есть, теперь Филарета называли наравне царям. Великим государем, великим господином, и отцом, и патриархом он получил все титулы. Ну, естественно, конечно, он занялся идеологией. При дворе молодого еще тогда, ну, сколько его было? 21 год, да, Федор Чараманов. Он стал главным идеологом. И он сразу начал писать свой знаменитый филаретовский летописец. Новый летописец. Да, новый летописец. Сразу же. И писал он его до последнего дня своего, до издыхания. Принесли. Он возле него, когда он умер, он лежал возле него. Насколько человек прекрасно понимал, что такое идеология. Ну, он кого в своей идеологии... Да, что это религиозная идея поповская. И, насколько он понимал, что будет вот именно только так его династия. Поэтому он и был великим государем, великим господином и отцом нашим. Вот такая вот у нас история о избрании первого Романова. Я еще добавлю, Михаил был избран не на совсем, не с правом наследственной передачи. Это был как бы единоразово. Это был единоразово избранный. То есть, подразумевалось что? Следующего опять выберут. Следующего опять выберут земским собором. Да, да. Поэтому Филарет конкретно боролся за то, что... Это быстро забыли. Забыли быстро. Я даже не знаю как, но собор это потом уже отменят, в 1653 году. А вот как Филарет умудрился тоже сделать так шарманку, что Михаил Федорович стал природным вообще царем и его дети уже объявлялись наследниками, не... Опять же, Алексей уже никто не избирал его второго-то. Не соглашусь и уточню, значит, позвольте. Значит, потому что Михаил до самой смерти очень боялся за наследственность своих наследников. И поэтому он развел вот эту вот историю с датским принцем. Притащил, хотел на своей дочери его женить, чтобы ему нужна была королевская кровь. Он ему хотел передать со своей дочерью, представляете? Ну да, это я тоже читал, да. Но все равно, понимаете, Жень, все равно уже... Вот умер после смерти Филарета, 12 лет он еще правил. И Алексея Михайловича избирали земским собором. Но это был какой-то собор, да, был земский собор. И опять собралась вот эта ватага, польско-литовско-тушинская, понимаете? И опять она двинула, она просто двинула вот этого вот Алексея Михайловича. Жень, Жень, ну давайте забежим еще на одну... Под условием. А почему тогда Петра Первого никакими земскими соборами не избирали? Потому что они были отменены? Нет, Петр Первый еще... Все? Да, тоже отменили как раз. Все, Алексей Михайлович последний земский собор... Да, он долго правил, да. Придушил, все, земские соборы были отменены. И он получил уже наследственное право. И уже при Алексею Михайловиче было составлено... Да, да, да. По этой наследственной передаче своим сыновьям уже все. То есть он... Прописано как право наследственного права. Романова пробили свое вот это вот право на... Ну да, получается два земских собора, на Алексея Михайловича и на Михаила Федоровича. Право на свое правление Романова пробили всеми мысливыми и немысливыми способами. Отменив при этом все ростки демократии... Ну да, о которых мы только говорили. Влажение земских соборов. Да, но к этому мы еще придем. Да, да, мы уже в следующий раз... Исторические вот эти вот нюансы каждый сможет посмотреть сам. Написано все очень сейчас неплохо. Каждый может вот это вот самое. Но основную мысль мы все-таки пытаемся вот как-то... Ну да, но это не только основная мысль. Мы еще сюда привносим... Вот я же говорю, что мы оценку такую даем, которая не просто какая-то хвалебная там романовская, а вот что заодно... Сейчас же все привыкли Романова хвалить. Где все только Романова кроме... А на самом деле вот такова вот история, как она была на самом деле. Знаете, еще пару слов. Когда мы с вами начинали наши беседы, сколько лет назад? Два года назад. Два года назад, да. Два года. Я в то время относился к РПЦ очень лояльно. Ну и к Романовым тоже как бы не было такого. Но когда вот это вот все пройдено, вот это вот все переворочено, все эти... Ну, побелаешь. Такова история, такова правда. Все эти вот, что прошло, какой кровавый путь прошли, вот эти вот... Сейчас мы еще доберемся до самой, до Никоновской ереси. Это вообще, да. Еще один товарищ. Как прошла вот эта вот система русской церкви через татарские, все татаро-монгольские нашествия, через сохранение власти, через все, через ереси, через подавление ересей, через подавление сводбудом мыслия среди своих же... Выдумки этих жидовствующих. Ага, все эти выдумки. Через столетние симонии. Как они придушивали все эти... Башкина там и так далее. Вольнодумцами называли их, придушили, всех придушили. Беспощаднейшим образом сжигали на кострах. Вот этот упырь Иосиф Володский, который сегодня чтится одним из основателей нашей церкви, это был конкретный церковный упырь, разжегший вот эти вот костры инквизиции на Руси. Помните, как интересно поступило. И все это становится. То же самое с Романовой. Как вот только начинаешь... То же самое. Да еще страшнее даже. Помните, как поступил, пошутил, преснопамятный Иоанн Васильевич Грозный? Когда виновный в заговоре... Как же его фамилия? Шуйский? Укшуйский. 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 В общем, что-то такое. Я не помню точно его имени. Но он был из боярского рода. И вот он был замешан в заговоре антигосударственном. И убежал в Углич. И принял пострих монашеский. Схиму великую. Углич мой. Да, убежал в Углич. И принял пострих монашеский. Великую схиму принял. И Ивану Грозному доложили, что он принял великий ангельский образ. И Иван Грозный сказал, ну, ежели он теперь в ангелов, то подобает ему взлететь. И посадили его на бочку с порохом. И взорвали. Так что вот вам история. Ежели он теперь в ангелов, то подобает ему взлететь. Подобает ему взлететь. Так вот и здесь, Жень, тоже будем стараться относиться объективно. Ну да, если было что-то хорошее. Верхушка власти. Да, вот сколько о лавре можно хорошего было, мы сказали. А верхушка власти церковной, она всегда была гнилая. Вот сейчас пришел еще один представитель. Филарет Романов. Я думаю, она стала гнилая, стала гнить, именно после вот этого внедрения Иосифлянских. Да, тоже верно. Когда последние... Денежных традиций имущества. Когда у них вот это стяжатели и не стяжатели схлестнулись и победили стяжатели, скажем так. Когда Нил Сорский, его учения и его сторонники были отодвинуты на второй план, и, к сожалению, Нил Сорский согласился. Значение этой личности историками еще до сих пор не расшифровано. Нет, он просто сдался, как по сути дела. Да, они его госресурсом задавили. Задавили, да. И непонятно до сих пор... И ушел. Непонятно до сих пор значение заволжских старцев. Кто это было? Что это было за... Они все это уничтожили. Все документы, все убрали это все. Потому что получалось как? Это бросало... Тогда, в те времена, вообще ничего не понятно было. А со временем, вот эти все исторические бумаги, когда Филарет потом начал эти... из архивов монастырских привозить, он увидел, что это все бросает колоссальнейшее пятно на руководство русской православной церкви, на самую верхушку, которая занималась политикой и духовностью государства. И эти документы, мы даже имен, мы там одно имя только знаем, все поуничтожали документы, пожгли, вазами привозили, всякие записи, все поуничтожили. Вот эта вся русская эпоха, она закончилась именно с Романовыми. Вот древняя русская эпоха. Я вот считаю, что последним... Ну, я считаю, что вот эти вот великие цари, Иван Грозный, Борис Годунов и... А, Федор Иванович... Присоединим сюда Федора Ивановича, потому что царь был, при котором ничего плохого не было на Руси сделано. Были только один колоссальный прогресс, хотя и благодаря его Шурина, Борису Годунову. Ничего страшного, Федора Ивановича можно отмечать, как одного из величайших царей, русских царей. Значит, и Борис Годунов, вот эти три последних русских царя, это расцвет русской государственности, вот именно самодержавной государственности, когда при этом народ не гнобился, а народу были даны такие права широкие, демократические, и земские, вот эти выборные, и так далее. Конечно. Что народ чувствовал себя именно силой. И царь-то приходил к власти только всей землей, с разрешения всей земли, то есть с собора. Демократическим. Уважая мнение всего народа. Это все Романовы нагнули, придавили и уничтожили уже к правлению Алексея Михайловича. Да, да, да. Смотрите, как интересно. Если вы посмотрите изображение, прямо есть династия Романовых, все цари Романовской династии, то только Алексей Михайлович и Михаил Федорович в царских одеждах. Все остальные в камзолах там. Ну да, в кушке. Федор Алексеевич вообще-то в польском платье ходил. Вообще-то был польский царь, наверное, уже. И на польском языке разговаривал, и польскую литературу читал. Ну, а там вообще период до Наполеона все говорили только по-французски, а потом все говорили по-небесски. Ну, это началось уже уничтожение русской национальной державности. Да, да, да. Презрение к собственному народу. Презрение к собственному народу. И вот именно тогда, в 17 веке, правильно отметил Савженицын, народ и вот это вот правление над народом, вот это вот, как их назвать, правящая клика, они разделились на два совершенных, абсолютно совершенных лагеря. Вы посмотрите, какие были жестокие восстания. Да, да, да. Как народ жестоко расправлялся со всеми, и с попами, и с дворянами, и они не считали их за свои. Меня особо поразило восстание крестьянское 1812 года. Если вы думаете, что 1812 год знаменовался нашествием Наполеона, нет, первое, что произошло, это, по-моему, 40 губерний было, что ли. В 32 губерниях начались бунты. Вот Наполеон потом прошел, война началась, она была всего в 6 губерниях. Наполеон прошел 6 губерний. В остальных губерниях никто не слышал ни про какую войну. Не было ничего, не происходило. Из 40. А в 32 губерниях жесточайшие крестьянские восстания, где убивали попов, бояр, дворян. Кутузов только посылал войска убивать крестьян, поддавить эти восстания крестьянских. Дойдем еще до этого. Но вы правы совершенно, историки отмечают, при Романовых любая война, которую развязывало правительство, тут же параллельно шли крестьянские восстания. В тылу своей страны, которая вроде бы борется с зарубежным врагом, происходят крестьянские восстания. Это что, народ считал их за своих? Нет, это народ считал их чужими. Прямо врагами считал, врагами. Вот в чем психология вот эта вот историческая. Ну вот как бы итоги Земского собора. Ну а в следующий раз продолжим уже историю правления Романовых. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.